здравствуйте друзья здравствуйте ребята и девчата с вами феликс и сегодня хочу вам показать один такой вот инструмент который разработан опять же нашим соотечественником мы с ним начинали воевать на амазоне еще в начале года вот его первая разработка когда он тоже только начинал как видите 9 марта он уже подготовил вот такую вот программку отслеживания правда вот это еще одна из причин почему я снимаю ролик об этом инструменте он сам работает он сам торгует на амазоне дропшипит и соответственно этому разрабатывает инструмент в итоге из того что было вышло вот это получилось вот такое то есть постоянно в процессе работы натыкаясь на тот или иной полезный инструмент полезную функцию полезное новшество он довел то что с чего начинал довел до вот такого вот инструмента который сейчас мы вместе с вами и рассмотрим функционал которого тоже очень разнообразен и вот начнем с главной страницы при входе на сайт вы видите вот такую вот страничку как и в любом подобном инструменте есть вкладка настройки с этой вкладки начнем обзор с этой вкладочки здесь три опять же вкладки под вкладки профиль оно понятно тут свой пароль можно поменять свой логин поменять почту другую поставить туда мы вместе с вами не будем заходить так же как и вот сюда здесь находятся ключи от нашего магазина чтобы по простому говоря на амазоне и ключи от волмарта поэтому эти две вкладочки мы не будем рассматривать начнем обзор именно с конфигурации это автоматический инструмент вот этот именно отслеживание и репрайсинга ваших цен на амазоне вместе с волмартом то есть пара волмарт amazon инструмент автоматически обновляет цену то есть чекает цену на волмарте и соответственно этого корректирует цену выставленного товара на амазоне вкладка глобальная наценка в процентах то есть изменяя вот этот вот параметр вы выставляете свою накрутку в процентах думаю это понятно и просто здесь особо на этом не надо останавливаться надо только добавить что вот это глобальная наценка почему она называется глобальная потому что вот эта наценка распространится на все продукты все товары которые вы добавите в этот в этот инструмент есть способ корректирования о котором я скажу в этом ролике но это глобальная наценка поэтому она и глобальная частота проверок частота проверок то есть автоматического сверивания цен и остатков на волмарте устанавливается раз в сутки здесь нам вот такой такая небольшая вот табличка поможет вот смотрите у волмарта есть ограничение на запрос на проверку то есть можно чекать 5000 раз в сутки это ограничение с одного ключа чекается 5000 раз для более удобного понимания вот например если у вас 200 единиц выставлено товаров вот эту цифру 5000 делите на 200 получаете 250 получается что вот здесь не более 250 выставить но это очень много но чтобы было понятно да сколько раз в сутки или ну вот вторая такая вот строчка у вас 1000 единиц 5000 делите на 1000 получаете не больше пяти раз в сутки вот это мини инструкция по заполнению вот этой графы товаров на странице ну это тоже обычная понятная настроечка то есть на одной странице сколько единиц товара потом следующее 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 как в инвентаризации на амазу использовать или не использовать копчу тут при логине при входе в аккаунт вы можете установить копчу чтобы никто кроме вас не мог войти в этот аккаунт надо добавить что сама эта система сам этот инструмент работает индивидуально то есть у вас получается как бы свой личный сайт на личном домене эта система работает так следующее подсветка неактивных товаров то есть при если товар исчез на волмарте этот исчезнувший товар перемещается во вкладочку неактивных и есть разные вкладки которые рассчитывают 10 дней то данный товар неактивен 20 или 30 и подсветка на них разная к этому опять же вернемся со страницы список товаров вот видите вот здесь будут неактивные 10 дней подсвечиваться здесь будут неактивные 20 дней здесь неактивные 30 дней также неактивное количество товаров указывается вот здесь сколько товаров на данный момент вот сегодня у вас будут неактивные здесь сколько активных то есть общий список следующее в настроечках количество товаров количество товаров это то количество которое система автоматически выставляет на продажу в вашем вашей инвентаризации на амазоне после того как появится данный продукт по товар в продаже на волмарте то есть товар исчез с волмарта система его убирает с ваших листингов на амазоне товар появился система добавляет в активные листинги и добавляет к ним количество то есть обнуляет и при появлении выставляет их в количестве пяти единиц вы можете тоже изменить поставить 20 30 100 сколько захотите этот этот параметр тоже меняется и и после вот удобных вам настроек сохраняете данную конфигурацию как добавить товар на этот инструмент в складке добавить товар переходим сюда что нам надо сделать вот сюда мы позже вернемся сейчас об этом не буду говорить для того чтобы добавить товар в просмотр надо взять айди товара с волмарта который находится вот он вот этот айди скопировать его вот я подобрал пару которую выставил для того чтобы снять ролик вставить сюда айди это волмарт загрузить система выгребает его с волмарта вот этот наш товар товар на волмарт и с вашего листинга опять же взять осин скопировать и вставить следующее окошко и загрузить у нас появилась пара появилась пара мы посмотрели все нам нравится все хорошо и надо вот здесь их спарить привязать друг другу кликаем здесь кликаем здесь у нас образовалась пара с этих вкладок можно перейти и посмотреть товар на сайте например кликнуть сюда и вот посмотреть товар на сайте если в этом есть необходимость итак пара у нас спарилась скажем так она готова к сохранению но вполне возможно что вот так глобальная настройка в 30 процентов которую мы задавали заранее на этом товаре нам не подходит по тем или иным причинам может мы хотим другую дать настройку вот рисуем репрайсинга мы это можем сделать здесь установить индивидуальную маржу в процентах или здесь индивидуальную именно на эти на эту пару маржу в доллар чисто в долларах то есть или то или то и только после этого сохранить если нас устраивает глобальная настройка то есть маржа в 30 процентов о которой я сначала говорю мы сохраняем данным данную пару товар добавлен в корзину все на русском все понятно и вот наш товар добавился вторым номером добавился вот сюда в корзину вот и все по процессу добавления товара на отслеживание пройдемся немножко вот по этим полезным остальным вкладочкам здесь мы можем найти наш товар на данном инструменте кликаем найти найти по айди на волмарте допустим у нас есть или айди или асин или ску этого товара может по названию хотим что-то найти по цене по проценту и вставляем сюда тот параметр по которому надо найти и находим данный товар ну давайте например вот найти по асину да вот копируем асин где-то там нам в письме пришел асин или ска ушка пришла нам надо узнать о чем идет речь и найти так на amazon асин найти так надеюсь или я что то делаю не так запомните поле показа хорошо хорошо или уточню и 8 не находит хорошо возьму а мы его только все все понял мы его только добавили она она еще не не вобрала себя все понятно это моя ошибочка хорошо это это еще рано она не найдет пока так дальше идем сюда просто спешу хочу быстренько вам показать инструмент то есть поиск по базе можно отсортировать наш список по до дате добавления в этот списочек видите здесь активных у нас появилось уже два товара здесь у нас есть также вас возможность вариативные товары добавлять просто я сейчас не нашел разных вариантов допустим по размеру по цветам по всяким другим параметрам есть все мы знаем что есть товары которые имеют вариативность почти аналогично составляется вот эти пары и подается на отслеживание следующая вкладка неактивные то есть если нам не интересно там 10 20 сколько дней нам нужны все неактивные выбираем вот здесь и нам показывается неактивные товары поскольку ну вот эти несколько функций у меня вот свежий просто инструмент они не работают по определению они не могут пока что работать далее есть тут такая вот если кто начнет пользоваться там понравится кому такая вот система вот когда мы выставляем в настройках 10 раз то есть интервал мы задаем правильно интервал сверху может быть получиться у кого-то так что он вот зашел на amazon или там зашел на волмарт видит что товара нету а здесь он еще не убрал он еще в активно это значит он попал между чеками между проверками сейчас попал при следующей проверке все встает на свои места тут нет ничего такого страшного не будет ничего страшного скажем так здесь в нижних настройках опять же есть вот две такие вкладочки можно посмотреть этот продукт на волмарте перейти можно посмотреть на амазоне можно отредактировать эту пару вот допустим вы хотите там цену подредактировать вам надо что-то здесь поменять до вы хотите убрать из глобального допустим репрайсинга и поменять или процентную ставку или доллар в доллар ставочку поменять поменяли и сохранили обязательно сохраняю все товар обновлен и есть вот такая вот опять же корзиночка по тем или иным причинам если вам надо убрать этот товар вы его отсюда кликнули и убрали здесь вот видно что этот товар у вас под глобальные настройки а другой товар ну давайте подредактируем допустим вот я тут выставляю 40 процентов чтобы не было прибыли допустим хочу увеличить маржу и сохраняя здесь вот написано уже в процентах то есть указано что на этот на этот товар у меня 40 процентов он отличается от глобальной если отредактировать и поставить не в процентах а в долларах допустим мне надо на этом товаре заработать там 20 долларов да мне больше не надо опять же сохранить он здесь будет отображать какую настройку я ему задал я хочу на нем заработать вот 20 долларов все то есть он уже отличается от глобальной и потом надо удалить когда надо удалить вот давайте удалим и все вот удалили переспрашивает это защита от неожиданного клика и удалить все товарная пара удален очень удобный функционал очень полезный функционал и еще раз хочу подчеркнуть что разработчик наш человек сам работает сам использует этот инструмент и будет его только улучшать будет его только подправлять если что если понадобится конечно он будет становиться лучше но не хуже если у кого какие проблемы думаю он не откажет мы так не обсуждали подробно этот момент но человек сделал значит он знает свой продукт да скажу так по цене мы тоже так конкретно ни о чем не договаривались я вам не могу сейчас цену озвучить но могу озвучить следующее будет на 90 процентов так первый месяц вы можете под первый месяц оплатить за месяц вот стоимости определиться он стоимость за месяц думаю по сравнению с аналогами где-то 50 долларов в месяц вот так будет это я от себя говорю ребята и девчата это надо будет потом уточнить но то что будут будет продаваться пакетами это почти точно значит первый месяц вы посмотрели вам все нравится значит следующий пакет на полгода потому что тут ну ну так на полгода или год вот так ну и скорее всего если вы сразу же берете на полгода вероятно будет какая-то там скидочка в процентах ну по цене это этот так скажу что это не совсем окончательно но пакеты будут именно вот такие распределены и сейчас давайте посмотрим вместе с вами по это вот этот первый товар у меня поменялась цена или нет вот здесь пишется что 2451 исходя из тех настроек в 30 процентов вот здесь настройки 30 процентов цена будет такая но при выставлении я ее поставил немножко выше посмотреть прочекалась или нет и вместе с вами или увидим или не увидим потому что я не знаю вот попал между чеками или не попал может я между чеками попал вот этот товар вот эта подушечка сейчас давайте посмотрим обновим страницу и посмотрим цена поменялась или нет видите стала 24 51 то есть цена поменялась инструмент работает все отлично давайте пусть подгрузится все так что и работу мы вместе с вами увидели на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс а и и и